Эти компьютеры предназначены для максимально быстрого выполнения единственной задачи – угадать длинный буквенный цифровой код и заработать биткоины. Эти операции называются майнингом с доказательством работы, и такие криптовалюты, как биткоин и ряд других популярных криптовалют, используют именно этот протокол для обеспечения безопасности своих систем. Когда строительство этого комплекса в техасском Рокделе будет завершено, оно будет потреблять 700 мегаватт в сутки. Их бы хватило на целый небольшой город в США. В прошлом году Китай запретил использование криптовалюты на своих рынках, отчасти из-за того, что они представляют угрозу для реализации целей страны по снижению выброса парниковых газов в атмосферу. Сегодня США являются мировым лидером майнинга криптовалют, и американские законодатели пытаются взвесить за и против этого статуса – с одной стороны, потенциальных экономических выгод, а с другой – угрозы для прогресса в вопросе борьбы с изменением климата. Ради поддержки энергоемкой деятельности по добыче криптовалюты «Мы не можем вернуть выведенные из эксплуатации электростанции, работающие на ископаемом топливе, или отсрочить вывод из эксплуатации некоторых из самых старых и наименее эффективных электростанций». Эта угольная электростанция в штате Нью-Йорк, выведенная из строя в последние десятилетия, стояла пустой до тех пор, пока ее не купила криптомайнинговая компания. Новый владелец перезапустил ее для своих нужд, но уже на природном газе. После этого и других подобных случаях штат Нью-Йорк принял закон о двухлетнем моратории на майнинг с доказательством работы за счет сжигания ископаемого топлива. «Майнинг возможен, но правильный». В Техасе, где много энергоресурсов и меньше правил, регулирующих бизнес, майнеры были встречены теплее. «Я хочу, чтобы Техас стал оазисом планеты Земля для биткоина и других криптовалют». Большая часть электроэнергии в этом штате по-прежнему производится за счет сжигания ископаемого топлива. Круз считает, что майнинг на побочном продукте нефтедобычи и природном газе, подобный этому производству на местной майнинговой ферме, будет выгоден Техасу. Но что, если можно получать цифровые валюты без столь энергоемких вычислений? Некоторые говорят, что майнинг с доказательством работы можно заменить системой, известной как «подтверждение доли». Такой протокол потребует на 99% меньше энергозатрат, чем протокол майнинга с доказательством работы. Так что это очень большое снижение. В протоколе с доказательством доли каждая страна, участвующая в обеспечении безопасности сети, вносит депозит или свою ставку. И пока они выполняют протоколы, они получают награду, как и майнеры криптовалюты, за доказанную работу. А если нет, то их депозит списывают. Эфириум, вторая крупнейшая криптовалюта после биткоина, планирует перейти на новый протокол с подтверждением доли в этом году. Критики этой концепции, однако, считают, что такой шаг может привести к появлению монополий и других еще более серьезных проблем. Например, те, кто владеет 51% этой сети, могут переписать цепочку блоков, в которых записываются детали транзакций под себя. В то время как правительства стран пытаются понять и отрегулировать рынок криптовалют, эта индустрия продолжает развиваться стремительными темпами.